В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Божественная литургия и крестный ход в храме царственных страстотерпцев почли память последнего российского императора и его семьи. Баланс тела для восстановления здоровья в парке Зернова начались занятия хатха-йогой. Многофункциональная система для домашнего использования и промышленных помещений. 17 июля – день изобретения кондиционера. Далее расскажем обо всем подробно. В храме в честь святых царственных страстотерпцев почли память последнего российского императора и его семьи. Николая II, его жену и детей расстреляли в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В Сарове храм в честь царской семьи открыли ровно год назад. Сегодня ранним утром в храме состоялся водосвятный молебен, затем божественная литургия, после которой прихожане прошли крестным ходом вокруг храма. Десятки верующих собрались на престольный праздник. Совместной молитвой саровчане вспоминали события трагической ночи. 17 июля 1918 года государь Николай II вместе с супругой и детьми по решению Уральского облсполкома был расстрелян в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге. Святая церковь признала эту смерть мученической кончиной. И теперь эти люди, вся медицинностная семья, находятся в лике святых и являются заступниками пред Богом, за нас грешны. После молебна прихожане вместе со священнослужителями совершили традиционный крестный ход вокруг храма и пронесли икону с изображением царской семьи. Вера регулярно посещает церковь с момента открытия. В этот раз женщина пришла, чтобы помолиться за страста терпцев и свою семью. Мы пришли помолиться сначала за царя, за его семью, за кровь и помолиться за себя, за детей, за семью свою. После богослужения брата Ирия Александр обратился к духовенству и верующим. Священник призвал хранить любовь к Отечеству, чтобы такие трагедии больше не повторялись. Сотрагается наше сердце от того, как свой народ убивает своих правителей, о том, как вроде бы многие были и христианами, и верующими людьми, и поднимают руку на помазанника Божия. На праздничную литургию пришли как взрослые, так и дети. Уже выросло целое поколение молодых саровчан, которые активно участвуют в церковной жизни. Служители напоминают, что в храме святых страста терпцев жители и гости города всегда могут получить духовную поддержку. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое удобное для вас время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. Йога – это совокупность различных не только физических и психологических техник. Это широкое направление включает в себя множество практик, которые укрепляют тело и позволяют достичь гармонии с собой. Одна из наиболее распространенных – хатха-йога. Именно с нее и начинают знакомство с этой древней системой учений, основанной много веков назад. В парке имени Зернова стартовали занятия по хатха-йоге. Подробности в следующем репортаже. В первый день занятий в этом сезоне любители йоги испугались возможного дождя и решили остаться дома. Но при хорошей погоде желающих попробовать полезное для души и тела направление приходит немало. Хатха-йога включает в себя не только физические упражнения, но и психологические техники, основанные на правильном дыхании. В течение лет у сыровчан есть возможность заняться этим видом практики. В глобальном смысле это занятия на свежем воздухе, занятия физкультурой, плюс дыхание, плюс концентрация внимания. У такого направления, как йога, существует своя философия. Но на занятиях в парке не будут касаться духовной составляющей этого направления. Также от посетителей йоги под открытым небом не требуется особой физической подготовки. Организаторы ставят перед собой иные цели. Здесь более такой игровой момент, скажем так. Если заниматься более серьезно, нужны хорошие физические кондиции и нужно хорошее здоровье. Потому что, на мой взгляд, йогой здоровье не поправишь. Занятия по хатха-йоге будут проходить в течение лета по средам на месте бывшего аттракциона «Веселые горки». Начало в 11.00. Обязательное условие проведения занятий – хорошая погода. 20 июля в Темниковском районе Республики Мордовии состоится первый фестиваль рыбака на Мокше, в рамках которого пройдут соревнования по любительской рыбной ловле. Призовые места получат те, чей вес улова окажется самым большим. Для участия в соревнованиях необходимо иметь личный рыболовный инвентарь. В программе фестиваля предусмотрена работа кулинарной, спортивной и культурной площадок, катание на лодках и катере, а также фотозона. Начало в 14.00. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Чтобы построить дорогу к новому зданию детской поликлиники, в Сарове снесут 92 гаража. Все они расположены в 5-м гаражно-строительном кооперативе на улице Чапаева. До 10 сентября владельцам строения необходимо подтвердить право собственности. После этого будет изнано постановление об изъятии имущества, а затем начнется его независимая оценка. На основании этих расчетов все собственники получат компенсацию, которую смогут потратить по своему усмотрению или на строительство новых гаражей. Саровчане, которые выберут второй вариант, безвозмездно получат землю за автозаправкой на улице Силкина. С 3 по 9 августа в окрестностях Диевеева пройдет ежегодный международный военно-спортивный фестиваль «Православный войн». Участников и зрителей ждут военно-тактические соревнования. Кубок Нижегородской митрополии по армейскому рукопашному бою. Открытый турнир по казачьему кинжальному бою. Турнир по лазеру «Тагуштурм», а также рубка шашкой. В субботу 20 июля на лыжной базе пройдет открытое первенство Сарова по лыжероллерам на призы администрации. В нем примут участие спортсмены из Нижегородской, Ленинградской, Пензенской областей, а также Республики Чувашия. Честь нашего города будут защищать воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Атом». Первенство по лыжероллерам начнется с торжественной церемонии открытия. Она запланирована на 10.30. Сами забеги стартуют в 11 часов. Приглашаются все желающие в ход свободный. Пара летних отпусков в самом разгаре. Одни во все отдыхают, некоторые уже успели отгулять все свои отпускные денечки, а другие еще только собираются и строят планы. Конечно, россияне устремляются со всех концов нашей необъятной страны к долгожданному теплому морю на курорты Крыма и Краснодарского края или за границу. Но есть и те, кто проводит отпуск в путешествиях или в гостях у родственников. Как отдыхают саровчане этим летом, выясняла наша съемочная группа. Морской пляж, путешествия по российским городам и весям, поездки за границу, а также дача и еще тысячи вариантов, как провести летний отпуск. А как отдыхают саровчане, пойдемте узнаем. Занимаемся спортом, отдыхаем, ездим на дачу. Погуляем, в парк ходим. В июне я ездила в лагерь. Дальше, как сказала моя мама, мы все же ходим в парк, отдыхаем на дачу, на огород. И мне, думаю, это лето будет очень хорошее. Я на практику хожу. Ну что, прям полтора месяца, что ли? Ну, уже месяц почти. А, так, что дальше? Дальше планирую отдыхать. Как? Активно, надеюсь. Я хочу в лес ходить с грибами, там, не знаю, купаться на озере. У меня дом свой, природа, река рядом. Зачем куда-то я их сказал, у меня все рядом, у меня вообще красота. Да вам жутко повезло. Это точно. За грибами, на рыбалку, как его еще проводить-то? Родителям помогаем, на огороде там лечим. Ну, не скучно все это, нет, нормально? А не дают скучать. Работаем. Отпуск-то будет? Нет, без отпуска. Да не может быть. Ну как это? Все. Все лето в работе? Да. А вечерами что делаете? Вчерами работаю, подрабатываю, зарплата маленькая. Отпуск был, нет? Нет еще. А будет? Будет. Когда? В августе. Ну здорово, что планируете в августе? Пока не знаем. Вот я сейчас пенсионерка, поэтому у меня либо все время отпуск, нет, ну если получается, конечно, нужно выездки куда-то делать, потому что если ты остаешься дома, то отпуск, конечно, он так в полной мере не ощущается. Работа, работа, конечно. Отпуска не будет в конце лета только. Что планируете? В отпуске? В санаторий. Вот мы на дачу еще хотели съездить после того, как башня побудут здесь еще половину августа, и поедем еще на дачу потом. На дачу? Что ты грибами хожу? Просто по городу гуляю. И все? Да. Как проводите это чудесное лето? На рабочем. Хорошо. Отдыхаю, вот в лесу гуляю. Про летний отдых для вас узнавали Елена Грискова, Владимир Листик, служба новостей, Саров, 24. В отделе литературы и материалов по искусству детской библиотеки имени Пушкина прошла творческая мастерская «Сказочные тени». Ее участники смогли познакомиться с таким понятием, как теневой театр, с историей его возникновения, а также открыли для себя произведения английского автора Джулии Дональдсен и сказки Владимира Сутеева. На занятии в теневом театре побывала и наша съемочная группа. Чтобы создать свой театр теней, не нужно специальных знаний и приспособлений. Достаточно натянуть белую ткань, включить лампу и подготовить фигурки персонажей, которые оживут в руках актеров и расскажут зрителю интересную историю. Импровизированный театр теней организовали в отделе искусств детской библиотеки имени Пушкина. Самый, пожалуй, такой загадочный вид театрального искусства, таинственный и магический, который мы практически ничего не знаем, но тем не менее он нас так завораживает и вовлекает во все это действие, что мы погружаемся полностью. Ребята попробовали себя в роли чтецов, актеров и даже декораторов. Они сами рисовали героев будущих постановок и придумывали им характеры. Участвуя в творческой мастерской, дети познакомились с произведениями Джулии Дональдсен-Груффало и вспомнили известные сказки Владимира Сутеева. Я знакомлю их, во-первых, с историей театра теней, которая насчитывает две тысячи лет. Потом мы вместе с ними прочитываем эту сказку, то есть это знакомство еще с художественным произведением, с книгой. В-третьих, это выразительное чтение. В-четвертых, развитие каких-то артистических способностей. Матвей и Тимофей Никитин успели по очереди прочитать текст английской сказки, помогли распределить героев между участниками мастерской и принялись за создание новых персонажей. Узнав, как нехитро устроен теневой театр, братья решили, что такую конструкцию без проблем можно соорудить и в домашних условиях. А я вот вообще не знал, как взять свой театр теней. И вот теперь я знаю, что нужно просто покрывало. Я думала, что это нужно, знаете, что-то специальное сделать, что-то нужно, чтобы это взять. А надо обычный светильник, который у нас дома курицет. Два светильника дома таких есть. Обычная какая-нибудь картонная коробка, открывающая ее и полотно. Году театра посвящена вся неделя в детской библиотеке имени Пушкина. Для ребят любого возраста работают различные тематические площадки. Он может согревать, охлаждать, увлажнять воздух, а еще проводить очистку высокой степени и ионизацию. Современный кондиционер – это многофункциональное устройство. Есть модели, с помощью которых можно насыщать воздух определенным ароматом. Учитывая, сколько разных задач решает такая техника, вполне законно, что у нее появился свой праздник. День кондиционера отмечают каждый год 17 июля. Сегодня кондиционеры – это уже не предмет роскоши, а необходимое для комфортной жизни устройство. Практически любой кондиционер охлаждает или подогревает воздух, а современные сплит-системы имеют и ряд других важных функций. Современные системы кондиционирования обладают дополнительными функциями, такими как качественная очистка воздуха, ионизация, увлажнение, подача небольшого количества воздуха в свежего помещения. Также встречаются модели все чаще с встроенным Wi-Fi управлением. Они могут стать частью системы «Умный дом» и управляться из любой точки земного шара. Компания «Абсолют Климат» занимается установкой кондиционеров как в квартирах или частных домах, так и в офисах. Особое внимание при покупке кондиционера надо уделить выбору подходящего по мощности устройства. Это позволит не только создать комфортную по температуре обстановку, но и избавит от необходимости часто ремонтировать сплит-систему. В общем-то, пользователю совсем не обязательно изучать тонкости грамотного подбора кондиционера. Для этого достаточно позвонить или прийти к нам в компанию «Абсолют Климат», и грамотный специалист сможет подобрать индивидуально под ваши условия помещение нужный кондиционер. Важно помнить, что кондиционер, как и любая техника, требует ухода. Это современная замена фильтров и чистка устройства специалистами. Также для создания комфортной обстановки стоит периодически проветривать помещение. Кондиционер не сделает за вас эту работу. Кондиционер гоняет воздух внутри помещения. Это один и тот же воздух, просто он постепенно охлаждается. Обязательно раз, допустим, в час нужно открывать и проветривать помещение. Можно создать небольшой сквозняк, открыв окно. Либо использовать специальные устройства, компактные вентиляции. Специалисты «Абсолют Климат» дадут своим клиентам подробную консультацию по подбору и эксплуатации кондиционеров. Сейчас компания находится в здании КБО на Курчатова, но в ближайшее время переедет в новый офис на Зернова, 34, где будет предусмотрен выставочный сектор для презентации климатической техники. Телефон для справок 3-13-20. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова